Дорогие мои, ну, видите, какой веник повесит. Это лебеда. Последний, скоро их не будет. Что, ну идите, что ж боитесь-то? Идите, пожалуйста, идите, не стесняйтесь. Это вот самое лучшее лекарство от ОСПа. Так, теперь, теперь, теперь. Посмотрим, что с этими. Я сегодня уже один ролик, как бы, снимал, когда выезжал, выпускал голубей. Когда выезжал, выпускал голубей. Вот они. Так. Вот они, курочки. Видите, уже на посадку пошли, а вон тебе, вон сверху. Скидывает. Я, наверное, выйду на улицу, попробую оттуда поснимать. О, как хорошо. Видите, приспустились. Сейчас, подземать чуть-чуть. Долго ждать, походу, не придется. Выпускал я сегодня 35 штук. 15 штук выпускал. 15 штук выпускал. Взрослый, для того, чтобы они раскрылись. Засидевшие. Забои. Бессмертные, черные чубаты, белые чубаты, сын черный чубаты. Там чилка была, хотя чилка сходу пошла, она даже и не била там. То есть, как бы, и потом по 10 штук выпускал по отдельности. 10, потом проехал, и еще 10. Значит, тут сколько? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, он еще 20, 20, по-моему, один уже сел. 21, 21, 21, по-моему, уже спустился вот этот. Из молодых. Самый первый, который на прошлом ролике посмотрите, там одна села у меня. И вот эти, ну это вот Акбашик от Красношея. Сейчас посмотрим. Из взрослых, которых выпускал там, вот здесь, в этой толпе Красношея, я обратил внимание, он тут. И белый, красно-мазанный хвостом. Хвост красно-мазанный, это стариковский сын. Не знаю, он уже сел или не сел. Тоже, можете, сел. Тоже, можете, уже сел. Ну, он прилетел в предыдущем ролике, он внизу был. Вот один сел, такой дикарчик, а тот уже на посадке был. Ну, скорее всего, тоже спустился уже. Скорее всего. Это вот членок, кудолчика, одногнездка. Это членок, кудолчика, одногнездка. Сейчас посмотрим, кто прилетел. Ну, пока, как бы, он идти выше. Так, два, четыре, шесть, семь. Восьмой, он спикет и спускается. Спикет и спускается. Один, пять, десять, одиннадцать штук. Одиннадцать штук. Да, вот еще один. Два, четыре, шесть, семь. А, ну, этого я считал уже, по-моему. Ладно, подождем. Видите, как говорится, ступеньками. Вот одна ступенька, вон другая ступенька. Красиво, лестница. Так нормально. А когда вот целую толпу поднимаешь, ну, качество портится, лед, ничего хорошего вы не увидите в таком полете. Да и так многовато. Вот что, по три, по четыре, по пять штук бойную птицу поднять. Это не стайная птица. Бойная птица, это не стайная птица. Толпу можно поднять. Николаевских, Кривунов, Типлеров. В общем, пермяков там разное. В общем, ну, не бойная птица. Потому что бойная птица, это индивидуальная птица. Она каждый сам работает по себе. А, ну, это красненький песко. Он уж вроде показал себя. Опять влезть, что ли? А, не, из этой стаи. Так, два, три. А, из этой стаи он вверх уходит. Ладно, нижних пока попробуем снимать. Да, ну, наконец-то вот эти пошли уже на посадку. Вот это футбольная команда. По-моему, 11 штук. 4, 6, 8, 3, 11, да. Что интересно, Акбашик, он же хороший результат показывал. Сейчас вот споровался. И он и голубка испортили, дуркует. Ну, он ей на яйца гоняет. Как бы... У него уже другой орган работает. Не крылья, а другой. Он сейчас о другом думает. Не летать, не бить. А скорее в голубятнях. Скорее в голубятнюх. Там что такое? Там, по-моему, ворона бьют копчика, по-моему. Или нет? По-моему, да. По-моему, да. Ворона вроде бьют копчика. Да, вот она. Не знаю, снимаю. Но далеко. Сейчас потяну максимально, чтобы видно было. Вон там. Дея ворона бьют копчика. Ну, чего урода. Не хотите спускаться, опять вверх приподнимаетесь. Опять вверх. Видите? По-моему, да. Опять по-первых, вверх. Куда тех-то я потерял? Вон они. Рассыпались, опять пошли вверх. Вот они. Видите? Ладно, подождем. И эти как бы приподнимаются. Не хотят спускаться. Ну, вот один. Это, по-моему, мраморники пескунчики. Да. Мраморники пескунчики вроде хотел на посадку эти опять. Вот он. Это, по-моему, который в августе выпрыгнул. Это из этих. Да, но эти пошли опять вверх. Как и тлыкало. Начало начнем все. Начало начнем все сначала. Ладно, теперь у нас. Он краснощей, по-моему, этот. Да, краснощей, по-моему. На нее такой боли. А, нет, этот не сел. Красненький. Этот красномазанный хвостом не сел. Я думал, он сел. Вот она. Значит, один только дикарик. Дикарь сел. Вот он. Он на огород. Прилетел, спустился и опять ушел вверх. Это вот он. Это вот мраморники. Это вот мраморники. Это вон орел летит ко мне. Вот он. Сейчас. О, там ушел. Это не смертельно. Ладно, сейчас удалим. Попробуем у этих посадочкой снимать. Блин, а я на паузу поставлю. Это долгие будет ролики опять. Не знаю, они за пять минут не сядут. Летают они два часа. Но иногда бывает три часа только садятся. И так вот тоже бывает. Он все-таки вторым сел. Это вот из первых, которые в прошлом ролике я выпускал. Из пятнадцать штук. Это вот тот. Это голубь, одноперый голубкий. Вот он. По идее он взрослый. Летал. Лучше этих было. Ну, видите. А, вон там еще один сел. Черный какой-то. Ну, как бы уже трясели. Там наверху вон два. Два. А, эта толпа уже приспустилась. Да. О, видите. Третий пошел. Третий пошел. О, как висят красиво. Как красиво висят. И что-то дружненько все пошли сели. Это непонятно даже. И красношея пошла сейчас на посадку. Что-то тоже сядешь, урод. Ой. Засранец. Видите? Ну, вот по настроению. Тебе двое дикарем херачит. Ну, что-то, наверное, было. Видите? И этот вон конкретно в дикаре. Вон она наверху. Как торпеда летит. Я не увидел причину. Ну, причину 100% это яшка. Когда яшка, они резко себя скидывают. То есть, вот де-факто посмотрели, да, вверх-вниз, вверх-вниз и резко пошли на посадку. Что, малыш? Скучно тебе? Скинул, даже не хочет садиться. Но сядет, скорее всего, что-то. Акбашик от красношеи и от чернохвостой шеи, голубки. Папа красношеи, мама чернохвостая шея. Кому там? Он такой, акбаш вышел. Ну, как висит. Это молодой еще. Откроется, 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 откроется. Конечно, если будем гонять. И опять на круг пошел. Видите, вроде же сидел сейчас, видите, о, выход там. А эти зато были наверху, а они раньше ему пошли по посадкам. Видите? Все, де-факто показываем, дорогие. Все, молодец. Молодец. Ну, сейчас посмотрим, кого я там наверху вижу. Вот, одного вижу. Сейчас. О, мелкается черный какой-то. Какой-то черный прям в пикете. Ну и красненький песком был наверху. Я его что-то не вижу. Красненького не вижу. Да, этого тоже я уже потерял. Да, ладно, подальше. Сейчас мы что-то найдем. Так, друзья мои. Блин. А, все, вот, вижу опять. Ну, мелкается, то пропадает, то мелкается. Это вот черный. Это вот красненький. Вот он, красный себе показал. Красный себя показал. Блин, и на солнце полетел, дурочек. Это чемпионок, по-моему. Потому что от красного туда сел. Малыш туда сел. Но он прилетит. Даже вот высота вот этого сейчас. Вот она. Где? Но тут два раза выше. Того я опять не нахожу. Ну, думаю, достаточно. Ну, дикарем летит красный. Это чемпионок. Это чемпионок. Это чемпионок. Тоже и в жару. Хороший результат. Это из весенних пескунов. Молодых. Точнее, уже не молодых. Это не пескунов, а из молодых уже. Споровал сон. Тоже одиночка любит в одного хорочить. Ну, вот как бы, как бы вот так. Вот оно. Ну, все, думаю, достаточно. Пойду я во двор. Так, дорогие мои. Ну, вот дождался этого посадки. Чапасын. И вон черненький. Спускается. Даже не дал мне кофе допить. Наверное, по-человечески. Ну, и кофе не дал допить. Так, сейчас посмотрим, черный кто такой. Ну, вот видите, даже и не задыхался. Ничего. Ой, много. Иду басить по полную. Ну, короче, остался я сегодня без маточника. Вся моя лучшая птица. Проверенная птица. Десятилетиями проверенная пока нет. Короче, как бы. А, что-то я не потянул. Ладно, потянем. Поставим на паузу. Пусть приспускается чуть-чуть. Потом снимем. И кофе я свою допью. Да, тут, как говорят, не дождешься. Думал, сейчас пойдет на посадку. А он опять, урод, приподнялся. Вот он пошел опять выше. Вот он, видите. Вот он, видите. Выйдите. Так, значит, ладно. Откроем дверь. Или литок. Сейчас посмотрим. Пусть выходит. Через чё они, через чё они, через чё они провыкают. Им нравится дверь. Через литок что-то пока не хотят. Вон. Пахтят. Их тоже, кстати, забудет. Чё, видите, крылья машет. Ну, забудем. Значит, недавно один из ребят. Вот он тоже хотел, говорит, там группа ватсапе. Но мы против. Если мы вас туда включим, будем общаться. Ну, конечно же, я против. Я говорю, ни в коем случае. Ну, таких случаев очень много было, когда. Ну, некоторые, несколько раз даже, там, да, и не спрося. Взяли этот, как бы мне. Включили в эту группу. Это где обсуждается история голубей. Ну, как бы попробую, попробую, какой-то досконально на эту тему дать ответ. Чтоб больше по этой теме ко мне не обращались. Дорогие мои, во-первых, я не люблю спорить. А ещё глупее будет, с моей стороны, спорить бессмысленно. Понимаете? Бессмысленно. Элементарно, да, там, ну, вы знаете, 99% голубятников говорят, что копчик по-любому берёт самых лучших голубей. Я говорю, что он не может брать. О чём нам с ним, вот это, да? О чём говорить? Вот скажите. Я буду говорить, что это невозможно. 99 человек скажут, что нет, это так. Понимаете? Не будет никакого разговора. Понимаете? Абсолютно никакого. Поэтому это всё бессмысленно. Я предпочитаю другое. Показать. Потому что, когда ты споришь с кем-то, и тебя 50 человек говорит, ты не прав, вот это так, хотя они сами не правы, но их 50, ты один, ты ничего не докажешь. Понимаете? Потому что это слова, словами ты говоришь. А вот когда ты в одного показываешь, говоришь, вот теперь смотрите. А этот 50 или 100 человек не могут ничего показывать. Со стороны человек, который стоит, и у него с мозгами всё в порядке, он понимает, кто тут прав. Прав тот один, который говорит, нет, да, это не так, и показывает всё это. Или те, которые говорят, нет, это не так, и ничего не могут показывать. Вот теперь смотрите, да, по поводу маточника, так называемого. Все что говорят? Все говорят, что маточник надо обязательно резать, обязательно закрывать, и обязательно получить с них птенцов, их гонять нельзя. Я говорю наоборот, маточник должен летать. Маточник тоже материал, который портится со временем, понимаете? Со временем портится, вот элементарно. Вот чуть-чуть, вот стало больше песку, но некогда взрослыми заниматься. Маточник у меня превратился в хлам. Я сегодня выпускал, вот в предыдущем ролике, смотрите, та же самая бессмертная голубка, дура, которая с космоса не спускалась часами. Сколько раз я эту голубку показывал, и прилюдно, когда выпускал с руки, я говорю, вот смотрите, как она сейчас покрывается напрочь, хремо через несколько минут его на тете. Она стояла, боем уходила. Это та же самая голубка, та же самая. Вот этот себя начал показывать. Та же самая голубка. Ну, вы смотрите, де-факто, голубка, которая там несколько, некоторое время была не в гоне, сидела на птенцах, на яйцах. Она сейчас опять на яйцах сидит. То есть она даже подняться не смогла. Ну, теперь где эта правда? Вот объясните. Правда, она одна. У каждого своя правда. А скорее всего, своя враня, враню. Правда, она одна. Не может быть у каждого своя правда. В общем, правда одна. Не может быть несколько, много, нет. Это либо так, либо так, понимаете? Во-первых, это бойная птица, да, это здесь тайна. Бойная птица отличается в корне. Я даже там помню вот это, да, поначалу, когда в одномещении в ютубе не было, в однокласснике. Это самая простая птица. Это бойная птица. Это самая простая. Вот то, что мы получаем. Вот такие. Ох, мы такой цвет. Вот это, да, это вот самое сложное. Во, черный чубатый. Вот он сидит. Придите, красавец. Красавец, я думал, тебя не видят. А это, наверное, сын его. Его не видел, когда он прилетел. Это вот тот, который, а я не помню, он там ушел или сел. По-моему, тоже сел. Да, вот он. Свером на хвосте. Это он, прилетел тоже. Ну, короче, из маточника один прилетел. Вот этого голубя я показывал. Но сегодня я его выкинул с четырех километров. Я показывал. В прошлом году тоже, как бы, было там засидевшее. Я его выпускал. Он так, 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 так. Не мог подняться. Кое-как я сорвал. Он сел туда, на этот, на столб. И стал электриком. Через два дня я этого голубя показывал, как он уходил, покрылся. Понимаете? То есть, раскрывал я его. То есть, да, маточник можно раскрывать, если он хороший. Понимаете? Если он хороший. Никто с этим не спорит. Но говорить, что ты его закрыл, и это будет все четко, это неправда. Это наглый ложь. Это обман. Понимаете? Не верьте этому. Это не так. Понимаете? В деле я показываю. Не на словах, а в деле. Вот почему я и не люблю там вот эти, как говорят, форумы, споры, знаменитые голубятники. Как понять знаменитые голубятники? А что, теперь знаменитый голубятник, что ли? Да я обычный голубятник, дорогие мои. Это что, орден дает нам, что ли, знаменитости? Или что-то как-то, понимаете? Ну, есть голубятники, которые там понимают голубах. А есть голубятники, которые там, ну, всю жизнь держат и нихрена не понимают голубах. Вот как есть люди, которые ездят за рулем, да? Вот он эту машину полностью разбирает. От любого винтика. То есть он все это наизусть знает. Есть такой водитель. Ну, есть водитель, который даже не знает, где что находится. Как даже колодки поменять. Как масло наливать. Как тасов наливать. Вот эти вещи не знает, понимаете? Ну, да, он ездит, умеет ездить. Может, неплохо ездит за рулем. Да, но в машине не понимает. То же самое голубятники. Да, ну, держит голубей, кормит голубей. Да, ну, он может ничего не понимать в этих голове. Просто держает. И неважно, сколько лет он там держит. 50 лет держит. 60 лет держит. В общем, да какая разница, сколько. Тут важно понимает. Ну, а чтобы понимать, в общем, и опыт нужен. Вот сказать, что молодой, толковый, умный может понимать. Да нет, и этого не может быть. Потому что это же толковый, молодой, любопытный человек. Он должен заниматься. Время нужны, годы нужны, понимаете? Для того, чтобы молодой водитель стал понимающим. Это что? А, эти вороны. Думал, копчики. Понимал. Вот на это годы нужны. Опыт нужен. Он должен сталкиваться с этим. То же самое с машиной. Он должен сталкиваться. Ну, что-то не хочешь спускаться, дурачок. Не хочет спускаться. Ну, факт то, что, вот я говорю, посмотрите предыдущий ролик. В самом начале я выехал километров с четырех, выпустил штук 15 маточника моего, понимаете? Маточника. Им по пять, по десять лет этим голове. Там из них молодой, по-моему, шейка вот эта. Хачиковская шейка. И то, ну, года три ему уже есть. Потому что мы остальные все взрослые птицы. И что? Пошли, сели. Многие из них пошли, сели. Да, вон там черный чубат и прилетел. Вот он сидит. Но он не должен был сейчас садиться. Это голову долгое время показывает. Хороший результат показывает. Он не чуть-чуть летит, как сегодня. В общем, я хоть и говорю, два часа летает. Но понятно, что птица не два часа летает в деле. А гораздо дольше может летать по настроению. Поэтому, дорогие мои, делайте выводы, что лучше. Ну, а по поводу вот этих там споров, разговоров, когда кто-то что-то говорит, что-то это, да, элементарно даже по лечению. Ну, через все вот это я проходил. Я знаю, что нет никакого лечения. Самое лучшее лечение – это 2П. Понимаете? Ну, люди будут убеждать, там, вот, вот ты даешь вот этот, вот это проходит. Понимаете? Сказать, что не проходит, вот элементарно, да, там, от оспы, там, даешь трехопола, йокса, там. Ну, да, проходит это. Сказать, что не проходит – нет, это не так. Но сказать, что ты его вылечил – ну, это глупость. Понимаете? Не вариант больного – лечить. Все, есть, иммунитет дал, сбой, все, дальше уже не идет. Понимаете? Красивый пескончик. Классивый, классивый. Вот его отец тоже взобоет, тоже надо было его, вот этот, папа, отец его шоколадный так вот. Лысые мои. Птицы все лысые. С головы сейчас все вот практически. Голова светится, шея вся щипится. Щипится, щипится. Это вот от красношеи, вот, краснохвосты шеи, вот, писькунчик от него, чуть маленький какой-то, недоразвитый какой-то ты пошел. Зато челен какой мощный, вот он, желтенький, от кого прыгает. Что-то щелчки слышу, а я никого не вижу. Что это так щелкает? Не, это здесь улетит. По-моему, сын вот этого дурачка. Сын вот этого дурачка. Ну, что, малышня, пойдем? Эй, не туда, не на крестовину. Летайте. Давайте, давайте. Видите, сидят, не хотят. Они уже полетели. Теперь малышнику поднимем. Пошли. Мелочевка. Моя мелочевка. Ну, только так, дорогие мои. Только, только так. По-другому никак. По-другому никак. Две стайки сорвали. Вот одна, ну, черный улез сходу. Этих увидел, пошел выше. Пошел выше. Пошел выше. Пошел выше. Эти, тетететететя. А, ну, черный. А, ну, черный. на хвостик падает пирка от перышей кида перышей к тоже когда сяба пикировка идет конкретно голубя это черный а за ним гонится по ходу копчик или за этом нет это не черный погнался яшка увиди и копчик и непонятно молодец поднял копчик пищу пришел я никого не вижу что он кого-то взял солнце против меня туда пикировал не знаю зацепил это не засыпем даже и погнался за какой-то мелочь могла да вот он черный я думал это и настолько прав это он резко пикирует они тоже умеют открыли закрывать но мы достаточно дорогие всех блага